Билборд – как способ притягнения уваги громадскости до проблемы лесных пожаров. Удельники международного зелета юных воротовальников, которые сейчас проходят под Гомелем, представили свой взгляд про смолюнок. Как проходил творческий конкурс масштабного детского форума, доведались наши корреспонденты. Таймер на три годины. Именно столько времени отвели организаторы на створение билбордов на тематику попереджения пожаров в экосистемах. Многие команды пришли на конкурс с эскизами и одразу приступили до справы. Инши импровизовали на черновиках. Годные идеи пероносили на великие листы паперы. Условия проведения конкурса просты. Участвует вся команда. Творческий креативный подход для того, чтобы нарисовать огромный билборд и раскрыть тему предупреждения пожаров в экосистемах. В течение трех часов ребята рисуют, разукрашивают, представляют. И затем по окончанию того, как изготовлен билборд, ребята презентуют членам жюри. Акцент у дельники Рабили на створении в образа у лесу я гуже хоров, а так само их безоборонности перед огнем. Подмоцовывали малюнки слоганом. Ни депопередживающим, ни дезакликающим. Передать усе махчимое наступство лесных пожаров оказалось справой непростой. Тем более, в обмежаванный термин. Половина плаката – это будет лес, птицы, будет гнездо с птицами. Вторая половина – это когда уже все сгорело, там будет костер, будет сгоревшее гнездо птиц, все будет серое и мрачное. Мы рисуем ольней, которые смотрят, как его дом горит, и он очень грустный. Мы допокажем страховав животинские связи. Хотим показать страх животных от пожара. Волка, которого мы нарисуем, он будет символизировать этот страх. Гэтые плакаты целком могли показаться на билбордах нашей краины, намалеванной живелой птушке, стать героями социальной рекламы типа вучальных мультфильмов. Представники замежных краин, якие приехали на взлет, сделаны тем фактом, что у Беларуси правилам Паводина у надзвычайных ситуациях починают навучать уже у дитячих садках. А малюнки пераможца у подобных творчих конкурсов выкористовываются у дидактичных материалах, листовках и плакатах. Увынику журы признала лепшую работу команды из Латвии. Конкурсная программа взлету протягивается. Урачистое закрытье и узнагороджение пераможца отбудется заутра. Ялгения Кухарона, Калеса Родзянкова, Ихар Марышченко, телерадиокампания «Гомель».